Позвольте объявить Астанинский саммит глав государств и правительств стран, участниц организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 2010 года, официально объявить открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть ли замечания по повестке дня? Спасибо. Повестка дня саммита утверждается. В соответствии с первым пунктом повестки дня, официальное открытие, разрешите обратиться к вам с выступлением. АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши превосходительства, дамы и господа. Мы собрались в Астане во имя торжества здравого смысла, чтобы продолжить совместные движения по безопасному будущему наших народов. Этот путь был начат три с половиной десятилетия назад. Первоначально хельсинский процесс развивался, опираясь на концепцию общеевропейского дома до Атлантики, до Орала. С созданием ОБСЕ принципы европейской безопасности утвердились на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Сейчас начинается третий этап. Мы переходим к новому уровню безопасности сотрудничества в более широких координатах от океана до океана. Речь идет о формировании единого пространства безопасности в границах четырех океанов, от Атлантического до Тихого, от Северно-Ледовитого до Индийского. Астанинский саммит восстанавливает прерванную на 11 лет после Стамбула традицию проведения встреч на высшем уровне. И это признак возрождения организации. Сегодня в Астане мы даем старт формированию евроатлантического и евразийского сообщества единой и неделимой безопасности. Нынешний саммит впервые проводится в новой стране, ставшей независимой во многом благодаря положениям и принципам Хельсинского заключительного акта. Я имею в виду право государств и народов на свободный выбор пути развития, суверенитет и территориальную целостность. Мы создали демократию в той части мира, в которой ее никогда ранее не было. Стабильность в Казахстане – это прежде всего уверенный экономический рост страны. Мы развивали сначала экономику для того, чтобы бедность не унижала нашу молодую демократию. Прочным фундаментом казахстанского общества стали толерантность и мир согласие всех 140 этносов и 46 религиозных конфессий. Мы создали уникальный институт – Ассамблею народа Казахстана. Нам удалось осуществить синтез западных ценностей и восточных традиций. Наш народ испытал на себе жестокие издержки холодной войны. Прежде всего, это Семипалатинский ядерный полигон. Мой указ о его закрытии и отказ от ядерного оружия стали первоначальным вкладом Казахстана в общеевропейский процесс. Сегодня мы также призываем партнеров по ОБСЕ поддержать нашу инициативу о принятии всеобщей декларации безъядерного мира. Ваше превосходительство, дамы и господа! Уникальность нашего саммита состоит в том, что он проходит в сердце Евразии, за тысячу километров от географических границ Европы. Наш взгляд это прежде всего отражает изменившуюся парадигму европейской безопасности. В начале 21 века источники самых опасных угроз и вызовов стабильности европейского континента оказались за его пределами. В проблемный узел в Афганистане вовлечены 43 государства-участников ОБСЕ. Мы выступаем за выработку комплексной стратегии урегулирования в Афганистане, восстановления экономики и мирной жизни в этой стране. Острый политический кризис в Кыргызстане мог стать катализатором новых конфликтов в Центральной Азии. Мы эффективно использовали совместно с лидерами Соединенных Штатов Америки и России, другими партнерами все инструменты ОБСЕ для предотвращения эскалации конфликта и стабилизации в этой стране. Сейчас вне Европы находятся основные источники наркотранзита, нелегальной миграции, торговой людьми, а также угрозы распространения оружия массового уничтожения. От ситуации в других частях света сегодня зависят многие аспекты энергетической и экономической безопасности Европы. Это показал и глобальный финансо-экономический кризис. Евразийская безопасность – это не метафора, это строгий геополитический факт. Поэтому саммит в Астане – хорошая возможность для нас, для анализа перспектив ОБСЕ глобальной безопасности. На наш взгляд, главная задача ОБСЕ на предстоящие десятилетия – планомерно решать противоречия, укреплять доверие и интеграцию, в том числе в рамках существующих межгосударственных объединений. По линии Восток-Запад – это налаживание взаимодействия между, с одной стороны, Европейским Союзом НАТО, с другой – Евразией ОДКБ. Тем самым, в сложившейся в прошлом веке трансатлантическая интеграция может быть органично дополнена интеграцией трансевразийской. В связи с этим, Казахстан приветствует прорыв во взаимоотношениях России и НАТО. Также заслуживает внимание предложение президента Дмитрия Медведева о новом договоре по европейской безопасности. По линии Север-Юг нам представляется актуальным установить тесные взаимоотношения ОБСЕ с рядом азиатских интеграционных объединений. В первую очередь, созданном по инициативе Казахстана совещании по мерам доверия в Азии, где участвует сегодня 22 азиатских государства. Казахстан готов стать следующим звеном евразийской безопасности. Мы намерены использовать наше председательство в организации «Исламская конференция» в следующем году для укрепления доверия во всем пространстве Евразии. Мы также предлагаем начать проработку вопроса о всеобъемлющем договоре о евразийской безопасности. Уважаемые коллеги, через несколько недель наша страна завершает миссию председательства в ОБСЕ. Мы поставили задачу вывести организацию из кризиса. Я надеюсь, наши усилия будут по достоинству оценены партнерами. Процесс обновления организации – это наша общая задача, рассчитанная на длительную перспективу. Призываю все страны, которым предстоит перспективе возглавить ОБСЕ, не снижать активности. В ОБСЕ наработан большой опыт по гуманитарному измерению, развитию демократических институтов, независимых средств массовой информации, соблюдению прав и свобод человека. Это важнейшие условия нашего развития. Вместе с тем, для того, чтобы достойно отвечать на современные вызовы и угрозы, представляется необходимым содержательное структурное изменение в процессе развития самого ОБСЕ. Мы предлагаем расширить число корзин и институтов нашей организации. Первое. Экономический прагматизм. Это краеугольный камень системы безопасности в 21 веке. В этой связи заслуживает поддержки усилия Европейского Союза по стабилизации экономики. Большая восьмерка и двадцатка обсуждают проблемы преодоления глобального финансового кризиса. Но пока поиск новой конкуреграции мировой экономики и валютной системы идет медленно. Поэтому усилия ОБСЕ по укреплению экономической безопасности могли бы стать приоритетными, а финансово-экономическая безопасность выделена в качестве отдельной корзины. Глобальная экономика нуждается в мировой резервной валюте нового качества. Этот вопрос заслуживает особого внимания. Мы также предлагаем дополнить мастерскую стратегию ОБСЕ документом Мастерих+. В нем можно отразить принципы согласованной валютной и финансовой политики, экономического сотрудничества и интеграции. Структуру ОБСЕ целесообразно дополнить советами по энергетической безопасности и экономическому взаимодействию. В сфере охраны окружающей среды предлагается создать экологический форум ОБСЕ. Он мог бы содействовать решению ряда проблем, например, высыхание Аральского моря или возрождение территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона. В целях правового регулирования водных проблем актуально разработать программу «Вода и право» для тех стран, которые испытывают дефицит воды. Второе. Важно продолжать работу по выработке новых договорных норм в сфере разоружения и нераспространения. Для ее результативности представляется целесообразным создать специальный форум ОБСЕ. Казахстан предлагает сформировать совет на уровне министров стран ОБСЕ для координации борьбы с трансграничной преступностью, наркотрафиком, нелегальной миграцией. Третье. Сегодня трещины недоверия на пространстве ОБСЕ проявляются прежде всего внутри отдельных стран и только потом негативно воздействуют на религиозную и глобальную ситуацию. К явлениям такого уровня можно отнести попытки публичного глумления над религиозными святынями и другие известные нам вещи. Телесообразно, чтобы каирская встреча президента Барака Обамы, в которой изложена позиция США по вопросам укрепления религиозной толерантности, была продолжена и получила в конкретных шагах ОБСЕ продолжение. Мы предлагаем выделить конфессиональную толерантность в отдельные измерения. Сегодня нам необходим честный, открытый межконфессиональный диалог. Для этого организация ОБСЕ могла бы использовать площадку съезда мировых традиционных религий, которые проводятся по инициативе Казахстана в третий раз в городе Астане. Мы верим, что христианство, ислам, юдаизм и буддизм снизошли к нам, чтобы творить мир, а не враждовать. Хотел бы также предложить совместно разработать документ толерантности нового десятилетия. Четвертое. Глобальный финансовый кризис, локальные конфликты и другие вызовы, потрясающие мир, стали во многом для всех для нас неожиданными. Это говорит о том, что оптика видения будущего оказалась дефектной. Считаю, что в ОБСЕ было бы полезным наладить работу по прогнозированию различных проблем безопасности в ранге отдельного измерения. В качестве первого шага предлагаю учредить Институт безопасности ОБСЕ, который мог бы располагаться здесь, в Астане. Пятое. Укреплению доверия, взаимопонимания могло бы способствовать равномерное базирование структуры ОБСЕ во всей зоне ответственности организации. Этот процесс можно начать с учреждения новых институтов, о чем я выше говорил, по валютному, финансовому, межрелигиозному и прогнозно-аналитическим измерениям, причем в различных странах, в том числе азиатской части ОБСЕ. Мы предлагаем обсудить данные предложения в рамках процесса КОРФУ. Надеюсь, что все направления фундаментальных изменений ОБСЕ будут отражены в Астанинской декларации ОБСЕ. Крометно, саммитка катнаслышлар. Бүгін Евразияның жүрегінде байырғы қазақ жерінде мың жылдықтар бойы адамзат тарихын жасаған олы халықтардың диалогы басталды. Саммитка ұсынылып отырған Астана декларациясы мен, іш жобаларының жобалары, иымның барлық мүшелер тарапынан қолдау табады деп сенемін. Бұл біздің халықтарымыздың қауіпсіздегіменен күлдені үшінде қосылған үлкен үлес боларады. Алып, Евразия құрлығын сенім, дәстүр, ашықтық және төзімділіксінді жалпы құндылықтарға негізділген ортақ кенгістікке айналдыру өз қолымызда. Біздің саммиттің тарихи имаңызымен атқырар жүгіде осында деп білемін. Назарларыңызға рахмет. Назарларыңызға рахмет.